Одесса 13 апреля 2022 года 5 часов 30 минут утра ночь с 12 на 13 апреля прошла в Одессе Сигналов воздушной тревоги я не слышал, канонады тоже. День 12 апреля прошел тоже спокойно. Была несколько раз слышна воздушная тревога, но слава Богу, никакой канонады, никаких ракетных обстрелов в Одессе не было. По поводу воздушной тревоги расскажу вам, знаете, когда вот только началась война и в Одессе начала звучать воздушная тревога. Скажу вам без пафоса, было очень стрёмно, знаете, но через какое-то время вообще я лично к этому уже привык. Конечно, я обращаю внимание, когда она звучит, конечно, это вносит определенную напряженность и довольно-таки серьезную в жизнь мою и моих близких. Но самое главное, чтобы после сигнала воздушной тревоги не последовала канонада и звуки взрывов. Вообще у нас в городе ситуация, слава Богу, спокойная. Она такая, знаете, я говорю все время, спокойно напряженная. Конечно, это нельзя сказать про другие части моей родины, в которой идут активные боевые действия. Погибло уже огромное количество мирных людей, которые могли жить и дальше. Разрушены и продолжают разрушаться города. Да, погибают наши украинские военные, оказывая героическое сопротивление и давая отпор войскам соседнего государства. Скажу вам, знаете, ребята, что одна из особенностей жизни в стране, в которой идет война, это невозможность строить какие-либо планы. И я вспоминаю просто своего близкого приятеля, товарища, с которым я учился в школе, который эмигрировал много лет назад в Израиль. Он как-то приезжал в гости. Я спросил у него, Игорь, скажи, как вы живете? Там же постоянно у вас идут боевые действия. Кто затухает, кто возобновляется. Он говорит, у нас есть поговорка, которая гласит, живи днем. И я эту поговорку вспомнил спустя какое-то время после того, как у нас началась война. И знаете, как-то стало легче немножко жить вообще. Потому что это тяжело объяснить и рассказать, как можно жить, когда ты не строишь никаких вот каких-то планов. Потому что мы все время в жизни строим какие-то планы, идем к каким-то свершениям. Ну, получается, что жить можно. Надеюсь, что это будет продолжаться очень-очень недолго. Я знаю, что у моей любимой родины, Украины, есть огромное количество друзей, которые нам помогают, чем только могут, иногда отдавая последнее. Всем этим друзьям я передаю большой привет из Одессы. Я вам желаю мирного неба над головой. И берегите себя. Берегите друг друга. Дай Бог вам здоровья. И даст Бог до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok